Добрый день! В эфире программа «Своими словами», в которой мы будем анализировать события, произошедшие на прошлой неделе. И у нас в гостях президент Союза предпринимателей Омской области Павел Кручинский. Здравствуйте! Павел Николаевич, событий на прошлой неделе традиционно было достаточно много, но наиболее яркие из них для предпринимательской среды – это поездка большой делегации предпринимателей во главе с нашим губернатором в Казахстан и создание Координационного Большого Совета, заседание которого прошло в РВД 6 сентября. Вот если можно коротко о основных итогах и основных тенденциях, которые сложились на сегодняшний день в предпринимательской среде. Начнем с визита Омской делегации в Северо-Казахстанскую область и в город Петропавловск. Омская делегация была большой, порядка 60 человек, фактически все руководство региона во главе с Виктором Ивановичем Назаровым, большая часть первых лиц, кто возглавляет министерство, были в этой поездке. Ну и, соответственно, достаточно большая группа предпринимателей. Это был первый визит губернатора на территорию Казахстана в соседний регион. В его должности. Да, в его должности. Беусловно, принимающая сторона Аким в Северо-Казахстанской области поздравили Виктора Ивановича. Ну и, собственно, основная цель визита заключалась в том, чтобы посмотреть на потенциал наших соседей, потому что были продемонстрированы предприятия и в сфере сельского хозяйства, в сфере производства. Те предприятия, которые уже существуют десятилетия, те, которые были еще рождены в период Советского Союза. Когда были еще такие связи привыкнуты. Да, когда они были, то есть, и как раз об этом говорилось не один раз, о том, что наша задача возродить кооперацию, взаимодействие, поскольку мы за годы перестройки много что растеряли, и без взаимодействия вот сегодня в современных условиях это невозможно. Программа была достаточно насыщенная, потому что были подписаны соглашения, в основном они касались взаимодействия правительства Омской области и Акимата на уровне всех министерств и торгово-промышленной палаты. И надо отдать должное, что принимающая сторона сделала все возможное, то есть очень плотный график встреч, биржа контактов, которая была организована для предпринимателей, а эту часть курировал министр промышленности наш. И скажу, что состоялись конкретные встречи тех, кто заинтересован был с нашей стороны зайти на рынок Казахстана, и были такие ищущие предприниматели, в том числе и те, которые уже здесь с нами работают. Но это больше какая сфера бизнеса? Это и сфера производства, это и сфера сельского хозяйства, это и сфера торговли. Меньше, конечно, сферы услуг, потому что она все-таки территориальная. А в этой части очень много, у нас в делегации были, в общем-то, в том числе и часть предприятий, которые ведут научно-исследовательскую деятельность, и они как раз предлагали создание совместных предприятий и размещение, так сказать, своих производств на территории Казахстана. В общем-то, в куларах было видно после таких коротких презентаций за круглым столом, просто наших коллег из Омска держали, и, в общем-то, было целую очередь. Поэтому, в целом, вот однодневный визит увенчался, я считаю, очень хорошими результатами. Конечно, говорить о конкретных результатах можно будет со временем, но, в целом, подводя итог, в конце дня многие были довольны, и даже кто-то не ожидал такого эффекта. Кто-то просто поехал так посмотреть. Ну, в составе делегации, когда, тем более, первое лицо региона, там, так сказать, министры, где-то, может быть, напрямую какие-то вопросы пообсуждать. Но для кого-то это были приятные сюрпризы, что, на самом деле, организовано было на очень высоком и достойном уровне. Ну, вот то обстоятельство, что Россия уже стала членом ВТО, а Казахстан еще не стал, вот это не является каким-то препятствием для установления таких вот связей? Я думаю, наоборот. Если Россия сегодня входит на рынок ВТО и ВТО к нам, то мы понимаем, что вслед за этим есть определенные риски для российских предпринимателей. Конечно, многие их опасаются. Да, многие их опасаются, об этом открыто говорят. То, что придет более зрелый бизнес на территорию России. Казахстан пока не заходит на рынок ВТО. Присматривается. Для нас это, ну, своего рода, я бы так сказал, спасательный круг. Потому что, если каким-то образом диверсифицировать свой бизнес, если речь идет о том, чтобы создать какие-то совместные предприятия, при этом нужно отметить, что сегодня, в целом, если рассматривать условия ведения бизнеса, в Казахстане эти условия чуть лучше. С точки зрения налогообложения, с точки зрения грантов и фондов, которые поддерживают бизнес. И реальные, вот мы когда общались с предпринимателями в Петропавловске, многие говорили, что благодаря вот этой поддержке, грантовой поддержке, нам удалось модернизировать производство, купить новое оборудование. То есть, как бы поддержать. Да, и прям были серьезные достаточно предприятия, которые, так сказать, специализируются на производстве строительных материалов, выглядели, что благодаря вот государственным программам они имеют сегодня вот эти результаты. Я думаю, что в этой связи вхождение России в ВТО и более тесное взаимодействие с Казахстаном дает возможность как-то вот диверсифицировать свой бизнес территориально. Потому что пока выстроятся отношения в рамках ВТО, у нас есть возможность развить отношения со своим партнером, да, географическим по, соседам. Поэтому это очень хорошо, на мой взгляд. Понятно. Ну вот, что касается, опять же, вступления России в ВТО, очень большое опасение у предпринимателей в части отстранения поддержки государства, которая была у сельхозпревозводителей, у переработчиков и так далее. То есть, вот здесь создание Координационного совета и в том числе, так сказать, более тесные контакты с Банковским союзом, это вот на эту сторону направлено? Да, значит, во вторник мы подписали соглашение о создании регионального Координационного совета деловых и общественных организаций, в которое вошли Омский союз предпринимателей, вошло Омское отделение деловой России, Торгово-промышленная палата и Омский банковский союз. Эта идея у нас возникла более полугода назад, мы ее обсуждали в свое время с министром экономики Трипелем Александром Фридриховичем. Он эту идею одобрил, когда мы рассказали суть этой идеи, для того, чтобы мы могли от объединенной такой площадки деловых сообществ, при этом заметим, что Омский банковский союз включает в свои ряды только банковских, только банки. Это отраслевая организация. Торгово-промышленная палата имеет даже специальный закон, в рамках которого одна из старейших организаций в России. Омскому союзу предпринимателей исполнилось 20 лет, это тоже многоторослевая организация, и если учесть еще и опыт деловой России, которая сегодня одна из организаций, площадок лидеров российского бизнеса, в части того, что с этой организацией общаются первые лица страны, мы, консолидировав наши усилия с точки зрения выработки идей, предложений, поддержки, в том числе анализа тех законодательных актов, которые уже существуют и которые планируются принять. Вот наша задача объединить эти интеллектуальные усилия, организационные усилия для того, чтобы мы могли в муниципальную, региональную и федеральную власть выдвигать более взвешенные и серьезные предложения. То есть мы готовы взять часть той ответственности за развитие предпринимательства и экономики в регионе вот такими коллективными усилиями. Потому что, так или иначе, инициатива одной организации, независимо от авторитета и зрелости, это одна организация. Когда мы объединяем усилия, это все-таки более серьезные моменты, когда речь идет о серьезных системных документах или проектах решений. То есть можно говорить о представлении полноценного регионального бизнеса для всех проявлений. Вот, безусловно, сразу упреждаю, может, вопрос, а вот четыре организации, и нам уже задавали журналисты этот вопрос, планируется ли вхождение в региональный координационный совет, в деловых организаций, кого-либо еще. Безусловно, если такие инициативы будут, мы готовы их рассматривать и приглашать в этот региональный координационный совет. Но наша задача тем, кто сегодня этот союз или совет организовал, начать работу. И у нас есть сегодня уже вопросы очень актуальные, которые нужно решать прямо с колес. Ну, решать в диалоге с властью? Конечно, конечно. В этом и заключается работа, потому что мы друг друга знаем, нам какие-то вопросы. Потому что тут надо понимать, где принимаются решения. Они принимаются на уровне, там, городской думы, если это вопросы муниципалитета или законодательного собрания, если касаются региона. Поэтому, естественно, что есть вопросы, которые требуют не от оперативного, так сказать, нашего решения. Ну, вот в части диалога власти и бизнеса буквально на днях исполняется 100 дней, как вступил в должность новый губернатор Виктор Назаров. Как вы оцениваете вот этот период? Он хоть и короткий, но показательный. Насколько изменилось отношение, так сказать, власти к бизнесу? Может быть, какие-то наказы, которые были переданы ему там в самую первую встречу, когда перед вступлением, да, были выполнены? Или находятся в стадии решения? То есть, вот что произошло за этот период? Ваша оценка, вот какова перспектива дальнейшего взаимоотношения власти и бизнеса в регионе? Но я бы так сказал, что 100 дней – это условный? Конечно, это просто общепринятое, да, сказать. Ну, вот как бы месяц мало, да, год много, вот взяли 100 дней. Во-первых, нужно понимать, после того, как Виктор Иванович вступил в должность, все-таки город, регион находился в условиях предвыборной такой гонки или баталии в выборах мэра, да. И, естественно, что этот период был, так сказать, он в какой-то стиле отразился, да. Каких столь радикальных или серьезных решений в этот период было сложно принимать, потому что, ну, все равно, так учитывая, что Омск – самое крупное муниципальное образование на территории, и региона, и без того, кто возглавляет город, да, очень сложно поменять. Поэтому этот срок как-то несколько был срезан вот именно этим событием. Что касается вот уже дальнейших, после того, как был избран мэром Двораковский Вячеслав Викторович, понятно, что здесь мы уже получили, ну, на мой взгляд, очень серьезное понимание взаимодействия, отсутствие той информационной войны, которая была в прошлом и так далее. По большому счету мы получили нормальную, спокойную погоду в регионе. Это очень важно. Что касается, вот если говорить уже о роли губернатора, скажу, что в той первой встрече, которая была буквально за пару дней до вступления в должность Виктора Ивановича, основные свои подходы, взгляды он высказал в части того, что он понимает, что такое предпринимательство, чем оно живет, какие проблемы испытывает, какие трудности. И в своих подходах и решениях он не отступал. По большому счету, вот скажу по настроению предпринимателей, понятно же, столь короткий период времени, что-либо измениться не может. Да, кардинально, конечно. Но вот вектор-то... Вектор, да. И вот те слова, которые он произнес, большая куча встреч, которые он провел за это время, они дали уже, может быть, свое отношение к перспективам, как будет развиваться политика и экономика. Но очень важно, еще и он зародил хорошие зерна морально-психологического климата в регионе. Понятно, что, наверное, говорить о конкретных результатах мы будем, может быть, через год. Но то, что за это время, посмотрите, в наш регион приехал и премьер-министр, и приехали там достаточно крупные, значимые чиновники, и руководители банковские, там Греф, там, допустим, Газпром, Миллер и так далее. И вслед за этим какие-то вот появились инновации, связанные с тем, что регион может получить дополнительные дотации, говорит о том, что есть серьезное намерение улучшить экономический климат в регионе. Потому что, безусловно, нам в определенном смысле нужно догонять соседей по каким-то позициям, при том, что статистика, как говорится, говорит одно, оно по факту, внутреннего состояния, как себя ведет бизнес, оно другое. Поэтому я считаю, что этот период очень эффективен с точки зрения становления новых каких-то таких, назовем, правил игры. Ну, главное, что бизнес видит, слова пока не расходятся с делом. Мы это не заметили. На прошлой неделе было два таких сообщения. То есть, с одной стороны, было сообщение, что Мостовик хотят вроде перерегистрировать в Москве. И это будет таким достаточно ощутимым ударом по нашему бюджету, потому что он один из основных налогоплательщиков. С другой стороны, есть возможность, что у нас зарегистрируется другой крупный налогоплательщик, ТДК-11. Вот, скажите, вот эта вот тенденция такая перерегистрации, так сказать, вот больших крупных предприятий, ее никак нельзя избежать? Это вот какая-то такая политика или это все-таки веление бизнеса? Пока и то, и другое слухи. Ну, конечно. Это, на первое. Хотелось бы, чтобы Мостовик не ушел, а ТДК к нам пришел. Ну, так вот, если говорить с точки зрения выгодности. Несомненно. Вот, но мы должны понимать одну вещь, что есть законодательство. Как только бизнес вырастает до определенного уровня доходов, там определенная существует процедура, когда он должен пройти перерегистрацию, да? Это один момент. Второй момент. Все-таки, как бы оно там ни было, мы не знаем, что будет сопутствовать в одном. Конечно, вопросы политики, договоренности мы не можем избежать, но сам собственник принимает решение, где ему выгодно и удобно. С точки зрения интересов омичей, конечно, крайне будет не очень хорошо, если Мостовик уйдет, но с точки зрения того, что Мостовик сегодня большую часть подрядов имеет за пределами Омской области, это тоже надо объективно понимать. Он вырос, это федеральная компания, поскольку большая часть подрядов на самом деле в широкой линейке, не только на территорию России и за пределами России, то надо понимать, что, наверное, и Шишов, и его команда, наверное, чем-то руководствуются, да? При том, что надо понимать, он депутат законодательного собрания, он понимает, что такое бюджет. Наверное, все-таки какая-то логика в том, если это даже и произойдет, есть. Но, все-таки помните, когда у нас Сибнефть уходила, мы все также были несколько обескуражены, потому что миллиарды рублей уходили из бюджета. На наш взгляд, вот все-таки наша экономика по-прежнему как-то зависит от крупных предприятий. И вот, возвращаясь к тому, о чем Виктор Иванович уже говорил, что необходимо делать многоукладной нашу экономику, чтобы малый и средний бизнес составлял большую часть при формировании бюджета. Поэтому наша задача эти условия и правила игры сформировать такими, чтобы как можно больше было малого и среднего бизнеса на территории Омской области. В этой части, ну вот на мой взгляд, вот не должно быть у нас таких вот явных сожалений. Конечно, даже маленький индивидуальный предприниматель желательно, чтобы не уходил из территории. Но если мы начнем ограничивать, если мы ставим искусственные барьеры, это уже не предпринимательство. У предпринимателя теряется чувство свободы. И вот здесь мы это тоже не должны ни в коем случае допускать не по отношению хоть к маленькому, хоть к крупному предпринимателю. Поэтому вот этот момент тоже надо учитывать. Мы должны взращивать патриотизм. Я согласен с этим. Хорошо. Еще по одному вопросу хотелось бы услышать ваше мнение. На прошлой неделе президент высказал такую мысль, что хорошо бы продлить возраст чиновников до 70 лет. Вот с вашей точки зрения, насколько это обратно, да, и что это может повлечь за собой? Если вопрос касался бы лично меня, за и я или против, ну, наверное, не совсем за. Мы еще в свое время, в эпоху Брежнева, по этому поводу очень много говорили в куларах, потому что тогда еще не было такой открытости и гласности. Но тут нужно понимать, почему действующий президент Владимир Владимирович внес такую инициативу. Скорее всего, по ряду ключевых позиций не хватает компетентных, квалифицированных людей, которые могли бы взять на себя ответственность. И в этой связи, наверное, существует дефицит. Он существует на всех уровнях и в бизнесе. Любого сейчас собственника, предпринимателя спроси, он говорит, не хватает. Казалось бы, есть безработица, есть люди, которые ищут работу. Не хватает квалифицированных, опытных и ответственных. В этой связи, наверное, вот это и есть проблема, почему расширяется возрастной какой-то ценз. С чем это связано? В том числе, наверное, и с тем, каким образом в целом молодежь, если так говорить, относится к власти. Потому что имидж власти сегодня несколько подпорчен вследствие того, что мы понимаем прекрасно, что коррупция пожирает власть изнутри. И, наверное, авторитет у этого института не очень высок. Поэтому нам нужно делать все... Молодые не идут в власть? Молодые идут во власть. При этом, я так понимаю, что так или иначе, когда вопрос касается каких-то ключевых позиций, наверное, вот этих молодых недостаточно для того, чтобы в режиме селекции отобрать наиболее таких ответственных. Поэтому... В режиме селекции отобрать наиболее таких ответственных. В режиме отбора не остается вариантов, кроме того, как оставить тех, кто уже был. Поэтому, естественно, что это вот как раз может быть, я не знаю, болезнь роста современной России, когда мы вынуждены вот расширять линейку возрастную, поскольку вот во власть не идут молодые. Поэтому вот... Ну и в то же время количество пожилого и пенсионного населения, оно все растет и растет. То есть, как бы, говорят, к 2020 году сравняется количество пенсионеров и работающих. А дальше будет только стареть население. То есть, может быть, это тоже одна из причин, когда... Демографическая проблема — это особая проблема. Тут нужно понимать, наверное, на сегодняшний день в России и в регионах не созданы такие условия, чтобы молодые могли заводить больше детей, да, и как-то выравнивать демографический спад. Об этом тоже говорят. Это отдельная особая проблема, потому что одно дело там предложить в качестве такой мотивирующий инструмент, как материнский капитал, но при этом проблема детских садов... Не создать никаких остальных условий. Да, других остальных. Да, это вот сдерживает. Поэтому такие вопросы нужно решать комплексно. Ну, вот как раз эта инициатива вызвала такие бурные дискурсии в обществе, вообще по стране, да. А в Омске бурные дискурсии вызвал факт возможности создания памятника Колчаку в Омске. То есть мнения практически разделились, то есть 49 за 50 против, ну, по-разному люди считают, неоднозначная личность, поэтому пока вот нет единого такого мнения. Вот хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу, да, да, так сказать, вот своевременно ли, нужно ли, какова теперь вот по-новому оцененная, ну, роль Александра Колчака, да, в истории. Ну, на самом деле, еще мы, наверное, год назад не могли предположить, что этот вопрос вызовет столь бурную реакцию. На мой взгляд, в этой теме существуют, наверное, может быть, даже в том числе какие-то политические спекуляции. Вот, но как расставляются акценты, потому что если мы посмотрим на роль личности в истории России, да, Александра Васильевича Колчака как полководца, как ученого, как географа, да, то есть человек, на самом деле, очень много сделал, в том числе и для российской науки. Но вот если мы ставим памятник Александру Васильевичу как, будем говорить, лидеру белогвардейского движения, это вызывает совершенно другое отношение к этой личности. На мой взгляд, ну, вот смотрите, когда в 2018 году Александр Васильевич провогласил Омск третьей столицей, это по большому счету, ну, дало мощный, так сказать, да, вот в тот период, достаточно краткосрочный импульс, что Омск там чуть ли не стал столицей России. Это полностью изменил ему судьбу вообще. Конечно. И он фактически, так по большому счету, стал государственным деятелем, то есть... Ну да, не может носиться к правителю, но приезжали делегации иностранные. Что произошло потом, мы понимаем, что затем, после того, как свершилось, так сказать, вот то, что свершилось, да, победила революция, да, естественно, что Омск стал совершенно таким городом в историческом плане забытым, потому что его старались обходить стороной, и он потерял свой вес и инвестиции, наверное, и внимание государственных деятелей в годы советской власти было максимально отгорожено от Омска. Поэтому Омск, вернее, Новосибирск, более молодой город, получил большую динамику в развитии и финансировании. Скорее всего, мы сегодня являемся такими заложниками того... Той ситуации. Той ситуации, которая возникла. Поэтому, естественно, что, наверное, даже неважно, коснулась ли эта трагедия, там, касаемо, так сказать, вот войны между белыми и красными, каждого меча, но последствия мы как-то все ощущаем. Ну, очень мало времени прошло, живы даже еще свидетели... И кули, вот такая волна возникла, мне кажется, что здесь, может быть, было бы даже правильным сегодня взять какую-то паузу, потому что, наверное, все-таки более пожилое население не может относиться к этому... Все 70 лет знали, так сказать, вот роль кончика в одном ключе, да, а сегодня ему будет стоять твойник. Поэтому, естественно, сейчас на поверхность пытаются вытащить его биографические данные, которые, ну, как бы его условно дискредитировали, забывая его вклад, серьезный вклад в историю России. Спасибо за интересную беседу. Пожалуйста. А я напоминаю, что вы смотрели программу своими словами, в которой мы анализировали события, произошедшие на прошлой неделе. В основном мы говорили о событиях в предпринимательской среде. И у нас в гостях был президент Союза предпринимателей Омской области Павел Кручинский. Программу вел Евгений Ганштейн. Всего доброго. Настоящий мужчина должен покорить все. Запад, восток, север и юг. Он должен вознестись ввысь и провалиться вглубь, побывать в прошлом и окунуться в будущее, не выходя из дома. Ведь у настоящего мужчины настоящий HD. И в телевизоре, и на компьютере, и на планшете. Реально крутой HD-пакет от Дом.ру. Настоящий как мужчина.